И снова о творчестве, которому есть место в любой профессии. На этой неделе мы показывали дворника, который рисует снегом на футбольных полях огромные картины. А сегодня расскажем о таксисте, который не просто везет клиента, а еще и пишет ему по дороге стихи. Во время поезда я для пассажиров сочиняю стихи. Для этого нужно что-нибудь рассказать и к концу поездки я что-нибудь вам прочитаю. Прямо думаете, стихи сочиняете прям по ходу, по теме, какую вам закажут? Что-нибудь про зиму вот такое, что вот солнечно, красиво, чтобы снег сверкал, как-то вот что-то вот такое. Пусть каждый день автозавод безмерно радует ваш взгляд. Пусть Новый год вам так споет, чтоб каждый был безмерно рад. Браво, браво, молодец. Чудо, прям молодец. Первый раз я тут с поэтом. Увлечение пришло еще в детстве. В институте, в школе сочинял. В основном как бы для себя, для каких-то ситуаций. Ну, день рождения или по каким-то поводам. Решил вот во время поездок также продолжать это творчество. То есть общаюсь во время длительных поездок, которые длятся больше 15 минут с пассажирами. И к концу поездки сочиняю им стихотворение. Это приятно и мне, и пассажирам. А также дает некоторую не то чтобы атмосферу, а некоторую отдачу от меня в этот мир. То есть я же хочу, чтобы меня окружало хорошее, доброе, чтобы меня окружала любовь. Но для этого я что-то должен положительное в этот мир отдавать. Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь цели в жизни, может быть, мечта какая-то есть. Мечты всегда бывают, конечно. Сейчас еще больше мечт в связи с тем, что наступает Новый год. Вот. Подготовка к Новому году, подарки, заботы, хлопоты. Вместе с семьей посидеть за столом и ощутить снова вкус мандаринов. Пусть в Новый год будет всем по делам. Пусть будет больше друзей и любимых. Пусть кто-нибудь прочитает стихи. Счастье, веселье порадуют душу. Пусть в Новый год исчезают штрихи, Чтоб не мешать тем, кто будет нас слушать. Замечательно. Обычно таксисты у нас как-то все равно едут, смотрят на дорогу, тоже в каких-то мыслях пребывать. Наверное, все-таки о своем заработке. Вот я так думаю, да, чтобы побольше было пассажиров. На данный момент это у нас другой таксист будет. Я себя ощущаю обычным водителем. То есть для меня все-таки дорога, работа – это прежде всего. Пока мы с вами ехали, я сочнил небольшое стихотворение. Вы, наверное, видели, да? Я что-то записывал себе в телефончике. Поэтому буду немножечко подглядывать, как я часто делаю. Если в нижнем слово «сети» произносят между дел, знают взрослые и дети. Кто-то новость посмотрел. Телестанция родная. Всех ведущих знаем мы. Новость ждет очередная. О событиях страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова